Всем привет! Это обзор от Калины Красной и сегодня у нас такой вот замечательный набор по Звездным Войнам под артикулом 75-283 бронированный штурмовой танк AT. Это, наверное, самый продаваемый набор по Звездным Войнам этого полугодия. Почему он самый продаваемый? Потому что здесь на данный момент, почему на данный момент, чуть позже объясню, на данный момент самые редкие фигурки. Это у нас Асока Тана и клон 332 роты под окраску Асоки Тана. Вот эти у нас боевые дроиды уже встречались, в принципе, в наборах по Кошейку, по-моему. Вот. В общем, почему на данный момент самые редкие? Потому что есть какая-то информация о том, что будет набор в следующем полугодии, набор по Звездным Войнам. Будет такой набор, где у нас будет Мандалорский трон и там, скорее всего, будет дуэль между Асокой Тана и Дартмолом. Я думаю, что это же не китайцы, это леговцы. Леговцы не будут стараться запихнуть туда вот эту фигурку. Точно такую же. Вот. Дартмол может быть и будет другой. Ладно. Но обзор не об этом у нас, а о наборе. Вот. Самый продаваемый набор. Почему? Почему? Потому что, еще раз, редкая фигурка Асоки Тана. Все любят Асоку Тана. Новое поколение фанатов, старое поколение фанатов тоже ее любят именно по Звездным Войнам. Это очень интересный персонаж в действительности. И упустить такую возможность и не купить эту фигурку, но это, наверное, не знаю даже, что. Как так можно допустить такую ошибку для фанатов коллекционера Лего. Вот. Что ж, давайте посмотрим более внимательно на коробку. Вот у нас такая достаточно большая коробочка. Взял я его, кстати, набор в Детском мире по скидке. Вот. Добавил к тому, что у продаваемости. Я его, я это взял, я взял последний набор в Детском мире в своем городе. Даже в соседнем городе тоже уже его не было. То есть, я его купил после Нового года. Я ждал скидочки. И так получилось, что он был последним. И взял по хорошей скидке, по-моему, чуть больше двух тысяч. И вот именно из-за того, что из-за цены и из-за фигурки этот набор просто разобрали. Просто разобрали. В подарок детям, взрослым коллекционерам. Просто его расхватили с пола. Вот. Не буду тянуть. Посмотрим повнимательнее на коробочку. У нас достаточно большая коробка. Это у нас она... Сейчас вот в пример приведу. Это размер, наверное, на обычного батлпака. И плюс еще небольшой такой отроточек. Вот. Что у нас на задней стороне? Представлены функции набора. И вот знаете, что я заметил? Что я заметил? Вы никогда не обращали внимания на то, на фон, вот, на который перемещает сам игровой набор на наборах «Звездных войн». В целом, в принципе. Я вот обратил внимание. И знаете, что заметил, что вот эта планета, на которой сзади все это изображено, как бы, действие, очень похоже на... Если помните, в самом мультсериале «Война клонов». Да, кстати, у нас набор по седьмому сезону мультсериала «Война клонов». Дальше вот продолжим. В первом сезоне первой серии у нас была вот такая планета. Она... Это, по-моему, одна из лун системы Твойдория. Вот, по-моему, так говорится. Вот. И я к чему? К тому, что леговцы как-то зачастую не лаконично, непонятно как, выбирают фон, их помещают туда набор просто. И все. То есть у нас как бы фигурки вот эти, участвовали только в битве при Мандалоре, когда освобождали трон от Дартмола, вот. И Асока Тана там появилась вот в таком окрасе только там. А тут как бы планета, на которой она не появлялась. Сам-то... Вот сам-то бронированный шингоход. Такой еще танк вроде был, но вот таких не было именно дроидов. В общем, вот такая вот... Если будете смотреть как-то на наборы, задумайтесь о том, как... Что вообще, о чем думают леговцы, когда, типа, делают дизайн. Вот. Полная несостыковка, на мой взгляд. Что ж, вот такой вот интересненький большой набор. Давайте мы его сейчас распакуем, посмотрим, что внутри, а после соберем. Итак, набор у нас открыт. И знаете, что я заметил, что в последнее время у какой-то... Есть некий брак у коробок лего. В плане того, что когда открываешь здесь колпана, здесь уже смято заранее. И когда открываешь, у меня получается открыть вот именно вот так вот с кофрой. Мне очень красиво. И еще вот такой вот небольшой вот минус я заметил. Вот видите небольшое отверстие в этот углу? Вот. То есть какой-то брак при производстве коробок произошел у лего. И они так наштамповали много наборов. Потому что у меня есть еще пара наборов по Звездным Войнам и нет. Которые у меня выйдут обязательно в обзор. И там вот такой вот косячок. Что ж, давайте посмотрим, что у нас внутри набора. Так, у нас третий пакет. Подальше две вот такие детальки. Еще еще. Коробку в сторону отложим. Так, вот что у нас здесь? Инструкция. Стандартная инструкция. Первый пакет, в котором можно уже заметить фигурки. Интересующие нас фигурки. Две детали. Всего лишь у нас... Сколько у нас всего лишь? Вот так вот наклеек. Две наклейки получаются всего лишь. Что не может не радовать. Третий пакетик с дроидами. Я вижу там дроидов. И второй пакетик. И вот же опять к... Любимому лего. В плане того, к чему, блин, вот такая коробка. Почему вот пакетики вот такие? И у нас... Это как с пачкой чипсов, да? Когда у нас вот так вот половина составляет чипсы, а все остальное воздух. Прекрасный датский воздух, да? Вот так. Так, в общем, вот такая у нас кучка пакетиков. Собираем ее и смотрим набор повнимательнее. Итак, набор собран. И вот что у нас получилось. Вот такой вот крутой, маленький, небольшой танк. Но я начну с постройки главной. У нас постройка здесь танк. Вот, потом перейдем на фигурки. Большой, прям, и очень большой респект леговцам за вот эту вот постройку, за вот эту конструкцию, за вот этот внешний вид данного танка. Я напомню, что это у нас является уже четвертой версией танка спиратистов. Первая у нас была под артиклом 7155. Там у нас классический старый танк. Примерно по габаритам чуть больше, наверное, этого. Такой угловатый немножечко ступорный. Не знаю, как еще его назвать. Там у нас, по-моему, только дроиды. Следующая версия у нас идет под артиклом 80-18. Уже большой, очень большая версия, больше, чем данный танк. Там у нас фигурка клона и йоды по воинам-клонам. Танк у нас по мультсериалу именно. Вот, следующая версия у нас под артиклом 75-080. Тут уже у нас танк представлен как бы из битвы при набу. Вот так скажу я. Вот, там у нас джаджа и дроид. И примерно вот эта версия 75-080, она по размеру, по габаритам схожа вот с этой версией танкового. Вот, и примерно они как бы копируют друг друга. Но вот эта версия, блин, вот реально респект лекарствам за то, как они ее сделали. Посмотрите, как все аккуратненько, как все детально. Вот тут, снизу вот эта планочка мне очень понравилась, куда я собирал. Вот этот бак очень такой аккуратный. Кстати, бак у нас носит функцию еще так же запуска шутера. Сейчас я его так вот так опускаю. У нас двигается и... Опа, выстрелил. Вот, с другой стороны то же самое. Вот, очень... Очень все аккуратненько, очень все детальненько, без лишнего. Даже наклеечки. Все же две наклейки в наборе, кстати, и... Очень... Они уместны, очень уместны. Вот. Единственный, наверное, минус этого танка, это, наверное, большая пушка. Но я бы не сказал, что меня сильно как бы это тревожило, коребило или еще как-то. Ее всегда можно уменьшить. Тут такая деталька из лего техника. Она просто уменьшается. Остается вот эта и пушка уменьшается. В принципе, вот так вот, большой. Вот, еще что очень сильно меня порадовало. Пушки, кстати, вот так крутятся. Не вылетают. Все очень четко сделано. Ничего не вылетает, ничего просто так не болтается. Танк у нас передвигается не на колесиках. А вот так вот. Можно было, кстати, добавить колесики на мой взгляд. Ну, это я уже придираюсь, наверное. Вот. Очень понравилось то, что вот тут у нас кабина как бы пилота. Тут фигурка дроида. Ну, скажем сразу за фигурки дроида. В наборе имеется две фигурки. Обычно у нас дроида серии B1, по-моему. Раскрашен он у нас под, вообще, под зеленый цвет. Не понятно почему. Скрыши, как бы, вот. Их всего две штуки наборе. Вот. Очень порадовало то, что внутри, в самом месте, где управляется, у нас вот эти две панельки. Это принт, это не наклейка. Очень круто. И за это тоже им большой респект. Вот только небольшое управление. И также меня очень порадовало. Я, кажется... Ой, шутер меня ударил. По-моему, неожиданно. Вот. Очень мне порадовало, когда я собирал. Мне казалось, что вот эта деталька, она не открывается. Но она открывается, и это очень круто. Но, к сожалению, там очень мало места, и дроид только вот так вот помещается, закрывается. То есть, если бы чуть-чуть углубили бы, чуть-чуть углубили бы, было бы вообще круто. Но он трудно достается оттуда. Вот. К сожалению, мне не с чем сравнить. То есть, у меня нету версии предыдущей хотя бы. Но вот по фото могу сказать, что вот башня более... У этой версии более элегантная и такая скругленная, чем вот... У версии 75-0-80. Про версию 80-18 я вообще молчу, она там веганская. Вот так. Кстати, пушка полностью все крутится на 360. И опускается. Тут она, по основному соорудию. Что ж, про танк все, наверное. Перейдем к фигуркам. В данном наборе у нас представлена новая фигурка клона. Солдата-клона. Это клон у нас 332-й роты. Под окраску Асо Китана. Классический у нас принт и спереди. Насколько я помню, у нас пояс изменился. Теперь он белый, уклонов, а не черный, как был раньше. Вот. Сзади у нас принтик вот такой. Очень интересный принт на лице. Ну, сразу быстренько сравним. Я буду делать отдельный обзор. У нас имеется еще китайские две версии. Вот. По принтам. Ну, тут, конечно, косячно. Это сама первая версия китайцев. Но не стоит. Это важно, наверное. Потому что вот эта версия намного лучше и превосходит в китайской. О, в китайской. Ну, предыдущую китайскую версию. Вот так, тут, сзади. Сравнений. И у этой версии клона у нас появилось новое лицо. Скажем, более, наверное, приближенное к оригиналу. Так как актер, который играл у нас всех клонов, он слегка такой смуглый. Вот такое вот новое лицо. Я напомню, как выглядело старое лицо у клонов. Вот такое беловатое. У клонов, штурмяков. Фокус. Что-то мне с фокусом постоянно. Вот. Ну, наверное, все новинки, именно новинки, все обновления. Ну, и для сравнения, как выглядело китайской. Китайский клон. Вот так. Тоже беленький. Вот. Убираем эту фигурку сейчас в сторону. Чуть не тот, что я нацепил. Случайно. Ну, и самая-самая главная фигурка этого набора, это, безусловно, у нас Асока Тано. Это Асока Тано. Вот такая она у нас. Ничего, отцепляем, чтобы посмотреть более детально. Вот такая вот версия Асока Тано у нас, по мнению, Лего. Я сразу говорю, что мне не нравятся ее рога. Объективно мне не нравятся ее рога, потому что по мультсериалу, конечно, было видно, что они выросли. Но это у нас рога, естественно, классические у Шакте они были и у взрослого версия Асока Тано. Сейчас я ее достану. Вот. Что ж, ну, давайте более детально на нее смотреть. Вот такая у нас Асока Тано. Благодаря ей набор очень продаваемый. Только из-за нее. Практически из-за нее, из-за штурмовика. Клона. А вот сама деталька головная у нас прорезиненная. Вот у нас резина. Что, на мой взгляд, не есть хорошо. Потому что на резине сотрется быстрее, чем на пластике. Вот. Принтик спереди. Давайте снимем рога. Это тоже у нас попалку. Потом поднимем. Вот такой принт спереди у нас. И сзади. Что очень приятно, у нас цветовая гамма совпадает с предыдущими версиями. Они идентичны. Может быть цвет падает вот так, непонятно. Ну, кстати, здесь вот, заметьте, лицо. У нас здесь более такое не анимационное. Вот. Здесь у нас более мультяшный носок. А здесь более такая реалистичная. Делали лего в целый раз вот так. Надеваем рога ее. Точнее, Мантрала и Лека. Вместе все это я называю рога. В общем, вот такой вот очень крутой набор. Отдельный реальный респект легосам за танк. Мне очень понравилось. Но, как я говорил в начале видео, мне не совсем понятно фон, на который они разместили этот танк. Еще, мне кажется, этот танк, он более как бы вырезан из игры Battlefront. И он по размерам, как бы, что очень клево и круто, состыкуется с набором 75-182, где у нас республиканский атакующий танк, по-моему, он так называется. Вот. И он по размерам примерно в масштабе одинаковый. То есть, для играбельности это очень крутая версия танка. Помимо фигур, которая здесь есть, если вы там любите играть или еще что-либо с ними делать, не просто, чтобы он стоял на полке у вас, танк реально крутой, очень подвижный и очень играбельный. Вот. Если у вас еще есть этот набор в городе, у меня в городе, соседнем городе он реально закончился, его нету, то я вам советую его брать, заказывать по скидке, потому что он сейчас только поднимается в сцене за счет фигурок, которые у него есть. В принципе, наверное, даже 10 из 10, наверное, нет, все-таки 9 из 10 я поставлю этот набор, есть небольшие такие нюансы, которые лично мне не понравились. Может, вам они больше понравятся, чем мне. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем фотообзоры на LEGO и его аналоги. Всем пока!